Ребят привет, с вами как всегда Джамбу Макс и это предварительный видос к выбору консоли нового поколения к концу 2020 года. В этот раз мы обсудим всю известную информацию и как всегда все будет объективно и по делу. Но прежде чем мы начнем, хотел бы с вами поделиться промокодом на ebay.social, при помощи которого вы сможете получить очень хороший кэшбэк. 400 рублей вам начисляют за регистрацию, а 500 рублей и выше за покупку от 1000 рублей. Данный сервис позволит вам очень здорово сэкономить на покупках в различных магазинах, получая отличный кэшбэк. Если что, в списке магазинов есть Eldorado, Nvidia, в котором много товаров для консолей и прочие магазины. Если что, данный кэшбэк работает только по моему промокоду. Если что, ссылку на сервис, а также мой промокод я оставлю в описании, поэтому пользуйся и получай хороший кэшбэк. И да, не забывайте ставить лайки на видео и подписываться на канал, чтобы помочь ему в развитии. Также попрошу вас в комментариях написать, какую консоль вы собираетесь купить. Xbox Series X или PlayStation 5. Спасибо и давайте начнем. Все мы знаем, что выход консоли девятого поколения уже на носу. Но, к сожалению, про них информация полностью все еще не раскрыта. И в принципе из-за этого видос предварительный. Но, несмотря на это, большинство геймеров уже задаются вопросом. А какую же консоль приобрести в новом поколении, а именно под конец 2020 года? Давайте разбираться. В принципе, выбора у нас немного. Либо PlayStation 5, либо Xbox Series X. Когда точно и что из себя представляет секретная консоль Xbox Series S мы не знаем, поэтому ее брать во внимание пока не будем. Вообще, новые консоли по сравнению с предыдущими будут обладать такими возможностями, как бесшовность игрового процесса, быстрый запуск игр, трассировка лучей, ну а также у новых консолей будет возможность запускать игры в 4К при 120 FPS. Что касаемо самой графики, у кого лучше, у кого хуже, тут на данный момент никто не может вам точно этого сказать, поскольку не было детальных сравнений. То, что говорят цифры и слухи, это не всегда может оказаться схожим с личным опытом, поэтому опираться на это не стоит. В данном видео мы опустим эту тему, ну а также опустим тему железа консолей, поскольку, по моему мнению, железо это не то, на что надо обращать внимание при выборе консолей. В данном случае мы рассмотрим игры на старте, известные нам функции и тому подобное. Сразу скажу, что явного ответа на вопрос, какую консоль лучше всего взять, не существует, и поэтому что-либо брать я рекомендую вам, исходя из своих предпочтений. И давайте начнем с параметров PlayStation 5. Плойка пятая, так же как и Xbox Series X, должна будет обладать трассировкой лучей и 4К разрешением с возможностью игры в 120 FPS. Первой такой игрой станет Dirt 5. У этой консоли, по сравнению с той же PlayStation 4, есть новый геймпад, который обзавелся новыми функциями. Во-первых, геймпад поменял визуальный стиль, а во-вторых, получил такие интересные функции, как тактильные ощущения и адаптивные курки. На данный момент сложно сказать, как будет реализована данная функция и будет ли она во всех играх, но по словам тех, кто уже опробовал, сказали, что это здорово. Играя на данном геймпаде, вы будете чувствовать сопротивление ветра, грязь, электричество, натяжение лука и прочие эффекты, которые будут в играх. Если что, гироскоп и сенсорная панель также остались. Геймпад будет со встроенным аккумулятором, а также имеет динамик, как в прошлой модели для интерактива в играх, и микрофон, который позволит вам разговаривать со своими друзьями без специальной гарнитуры. Также у PlayStation 5 должна быть обратная совместимость и совместимость с геймпадами PlayStation 4. Но тут есть одно но. Геймпады от PlayStation 4 будут работать только в играх от PlayStation 4, а какие именно игры будут доступны по обратной совместимости, сказать сложно, но по информации их будет достаточно и могу предположить, что обязательно должны завести эксклюзивы PlayStation 4. У самой консоли будет поддержка VR-шлема, если что, на State of Play нам явно дали понять, что тот же Hitman 3 будет иметь некие миссии с поддержкой этой технологии. Что касаемо игр, у Sony осталась та самая жесткая позиция эксклюзивов, и поэтому и на новой консоли будут игры, которые выйдут только на эту консоль. Одной из таких первых игр будет Spider-Man. Если что, это не прям новая часть, это некий спин-офф, который будет сравним со спин-оффом Анча. Поговаривают, что данная игра будет продаваться вместе с первой частью, которая получит улучшение. Что касаемо других эксклюзивов, некрупные проекты, возможно, выйдут до конца 2020 года. Что касаемо подписок, пока это держится в тайне, официальной информации еще нет, но можно предположить, что будет такая же тема, как и у PlayStation 4, поскольку ваш аккаунт 99% перейдет в новые поколения. Также у PlayStation 5 будет версия без дисковода, которая нужна будет для тех, кто хочет сэкономить, и для тех, кто пользуется исключительно цифровым контентом. И, пожалуй, это все отличия и известная нам официальная информация. Если я вдруг что-то забыл, то напишите об этом в комментариях. Теперь же о параметрах Xbox Series X. Xbox нового поколения, так же как и PlayStation 5, будет по мощности превосходить старое поколение и показывать намного лучшие результаты. Что касаемо геймпада, в новом поколении в нем нет заметных визуальных изменений, кроме как крестовины, пупырышек на кругах, чуть измененных стиков и кнопки поделиться. А так это практически тот же самый и многолюбимый всеми геймпад от Xbox One. Кстати, в отличие от ситуации с геймпадами у PlayStation 5, у консоли Xbox Series X вы без проблем можете подключить абсолютно все геймпады от Xbox One и продолжать в них играть как в старые игры, так и в новые. То есть в этом ограничений у Xbox нет. Также нет ограничений в питании контроллера. Кеймпад все еще имеет возможность работать от батареек или от купленного отдельно аккумулятора. Что касаемо функции консоли. Будет возможность держать на фоне сразу несколько игр и переключаться между ними практически мгновенно. Будет обратная совместимость со всеми поколениями Xbox, включая Xbox Original, Xbox 360 и Xbox One. Ну а также есть функция Smart Delivery, с помощью которой некоторые новые игры будут получать улучшенную версию для новой консоли совершенно бесплатно. Также и старые некоторые игры будут работать с подобными улучшениями. Одной из таких игр станет Gears 5. Кстати, если что, в данную программу войдет Cyberpunk, Мстители, Halo Infinite, Dirt и прочие игры. И если что, данная функция есть и у PlayStation 5, но она никак не называется, про нее почти не говорят и это как-то странно. Что касаемо игр на старте. К сожалению, у Xbox Series X есть проблема. Стартовый и очень мощный, по всем слухам, проект Halo Infinite перенесли. И пока на данный момент у стартовой линейки Xbox почти ничего нет. Но несмотря на это, у нового Xbox есть отличный плюс в виде подписки Xbox Game Pass, с помощью которого вы сможете поиграть в множество игр, которые уже вышли, ну а также получите новые в день их выхода. На мой взгляд, это просто офигенная экономия, а также возможность поиграть в множество игр почти даром. Что касаемо подписки Gold, опять же, на данный момент пока не подтвердили и в то же время не опровергли информацию о том, отменят ее или нет. Что касаемо дизайна и габаритов самих консолей, тут на вкус и цвет. Но по предварительным данным, PlayStation 5 будет больше своего конкурента. Что касаемо цены, на данный момент все также неизвестно, но слухи ходят, что PlayStation 5 может стоить дороже, чем Xbox Series X. В принципе, различие данных консолей заключается в том, что у одной консоли есть очень выгодные предложения в виде подписок и покупки с Аргентиной. Ставь лайк, если ты понял, о чем я. Ну а также обширная библиотека игр по обратной совместимости. А у другой будет более инновационный геймпад, а также эксклюзивы, которые будут только на PlayStation 5. По этой информации пока можно сделать лишь предварительный какой-то итог, и поэтому на данный момент PlayStation 5 я, наверное, бы советовал только тем, кто очень хочет поиграть в XSony. А для тех, кто хочет играть в мультиплатформу, я бы посоветовал бы Xbox Series X, поскольку есть подписка Xbox Game Pass, а также слухи о более лучшей картинке в мультиплатформе. А вообще, во многом, конечно же, решит ваш выбор цена, которая, к сожалению, все также неизвестна. Но пока что мое мнение по поводу советов остается так же. Экзы — это к плойке, мультиплатформа — к Xbox. Что выберете вы, решайте сами и всегда исходите из ваших предпочтений. Ждать раскрытия всех карт осталось недолго, поэтому следим за новостями и ждем новой официальной информации. На этом, в принципе, все. Обязательно пишите в комментариях, к какой платформе больше склонны вы. Ну и если вам понравился видос и он был действительно объективным, то ставь лайк, подписывайся на канал и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok